Перед началом этого ролика я хотел бы пожелать тебе хорошего настроения. Ну а если ролик понравится, поставь еще и лайк и подпишись на канал. Обязательно оставь комментарии, так я пойму, что тебе понравится, а что нет. Приятного просмотра! Ну а теперь начнем. Я думаю, что ролик будет в две части, так как вещей достаточно много, и если рассказывать про все, то уйдет очень много времени. Поэтому будет, наверное, две части, а может быть даже и три, которых я буду постепенно рассказывать. И начнем мы с левой стороны стола и закончим вот этой вот. И начнем мы прямо вот отсюда, потому что... Ну вот отсюда именно начинается все это. И здесь, да, сразу скажу, что небольшой бардачок, потому что я не знаю, что с этим делать, как это все, скажем так, замонтировать. Если ты знаешь, если ты понимаешь, куда деть провода, если ты... Если у тебя не так, как у меня, то обязательно поделись этим в комментариях, чтобы я тоже, может быть, сделал так же. Окей. И здесь у нас идет сразу же удлинитель такой маленький, куда я... Который идет из-за розетки. В розетке два, две вилки. И здесь у нас зарядка с Type-C проводом. Это, кстати, Xiaomi зарядка. Нет, прошу прощения, это зарядка от Huawei. Сюда подключается у меня удлинитель от Xiaomi, который идет из другой розетки. Но он просто сюда подключается. Там у меня в другом удлинитель. Ну, давайте я покажу. Просто зарядка. Это зарядка заряжает телефон. Окей. И дальше идет такой вот адаптер и USB-провод, который подключается к лампе. То есть лампа, вернее, подключается к этому адаптеру. И, собственно, вот она лампа. Лампу я купил на маркете за, по-моему, 3000 рублей. Окей. Это такая неоновая лампа. Вот у нее, кстати, пульт, который регулируется по цвету. Вот здесь на камеру, конечно, не передать. Вот сейчас, например, горит. Я не знаю, может быть, как это получится сделать? Отвести куда-то фокус? Нет, не получается. Но цвет просто шикарный цвет. Невозможно передать. Вот это, например, белый цвет. А у вас он видится как фиолетовый, по-моему. Ну, вот это синий, да. Вот это желтый. Ну, горит, в общем, классно. И на камеру не передать. На камеру не передать реально. Ну, в общем, вот такая лампа. Это просто ночью я включаю, чтобы подсветить рабочее место, чтобы совсем в темноте не сидеть. И окей. Дальше идем. Дальше идем. Раз мы наткнулись на это, это эспандер. чтобы просто как-то вот так вот руки держать, скажем так, в форме кисти, чтобы тоже не заплывали. И сразу же поднесу второй. Вот второй. То есть у меня в две руки два ствола. Короче. Эти эспандеры стоят буквально, по-моему, 400 рублей каждый. Или 300 рублей каждый. В общем, недорого вышло. Их я покупал, по-моему, в спортмастере их покупал. Дальше идем. Вот такая стойка пантограф от компании TronMax. Очень крутая на самом деле. Если нужно сделать обзор, давайте сделаю. Только напишите об этом в комментариях. Эту стойку мне подарили. Подарили мне ее на день рождения. Эта стойка стоит, по-моему, 4000 с чем-то. То ли 4500, то ли 4200. Короче, как-то так. Прикольная. Мне нравится. В целом доволен. По ней идет вот такой вот USB кабель. Он микрофоновский. Он идет в комплекте с микрофоном. И дальше, собственно, мы подходим к микрофону. Микрофон HyperX Solo Cast. Покупал я его, по-моему, за 5000 рублей в МВидео, в магазине МВидео. И окей. В целом я микрофоном доволен. Есть ли его настроить. Если его настроить в EBS-ке, будет прикольно звучать. Да и так, в принципе, прикольно. Просто там, видите, у него нет ветрозащиты. И поэтому без настройки будет не очень не очень круто. Там будут такие шипящие звуки. Поэтому я бы сюда либо ставил ветрозащиту, либо как-то настраивал его, как вот я сейчас сделал. После настройки нету шипений. Поэтому как-то так. В целом крутой микрофон. Мне нравится. Кстати, вот можно отключать, подключать сразу же звук. Вернее, как микрофон. Вот выключен микрофон, вот включен. Удобно, очень удобно на самом деле. Да, давайте отодвинем его. Окей. Дальше идем. Начнем с колонок. Колонки Edifier 980T Стоит по-моему сейчас 4600, но звук мне нравится. Звук мне нравится. Басы такие классные. Достаточно прикольно все звучит. Плюс можно регулировать басы таким специальным регулятором. Можно сделать более детализированный звук, а можно сделать побольше басов. В целом мне очень нравится. Вот такая формочка. Как персонаж называется я не помню. Подскажите в комментариях. Но прикольно. Мне понравилось. Купил за 500 рублей. Тоже на маркете. Окей. Давайте идем дальше. Клавиатура нет, она называется не Throne, она называется Blade. Вот здесь настоящее название, если смотреть на пробел. Она называется Blade и стоит она по-моему 4 нет, прошу прощения, по-моему 5 с чем-то она стоила, когда я ее покупал. Купил я ее по-моему в DNS, но клава прикольная, она механическая и конечно, я понимаю, что уже сейчас можно купить механическую клаву получше и даже по-моему подешевле, но как-то так не фокусируется камера. Вот такой звук, но плавишь нормально. Не знаю, мне нравится в целом, если будет возможность поменять финансово, так сказать, то может быть и поменяю, но пока не стоит. Пока в принципе пусть будет нормальным. Такую наклейку наклеил, это шла вместе в комплекте вместе с вот этим вот пантографом. видите, здесь Tron Friend Mix. Вот собственно наклейка была, я ее сюда наклеил, потому что тут не очень прикольный мне значок, мне очень мне там нравилось. Окей, вот такая клавиатура, она собственно с RGB подсветкой, мне нравится. Забыли вот про эту штучку, эту штучку мне подарили тоже на день рождения или на какой-то другой праздник, в общем подарили, это я не покупал, все, все, что я говорю обычно, это я купил сам, ну то есть без приставки подарили, вот так. Это для телефона, в общем прикольная штука, поставил телефон, там кушаешь, чай пьешь, можешь смотреть видосики, вот как раз таки на этой подставке. Окей, прикольно, мне нравится. Давайте пойдем дальше, самое главное вот это вот то, что у меня есть, собственно без чего, так сказать, не может все это работать нормально, без картинки будет работать, это мой, мой клевый монитор, не знаю, я считаю, что он клевый, я им очень доволен, потратил я на него, по-моему, ой, я там вообще все скидки собрал, по-моему, 17 или 16 тысяч рублей, так он стоит 24, это монитор зоуи, от компании зоуи, xl 24 11 это потрясающий монитор, 144 герц, просто бомба, не знаю, мне просто зашел, я не вижу никаких проблем, и дальше сразу же, сразу же за монитором есть вот такая подсветка, кстати, монитор куплен на маркете, подсветка стоит 700 рублей, 700 рублей, расскажу, расскажу про нее, заказал ее на алике, пришла, подключил, если нужно какой-то ролик про нее, или может быть что-то подрассказать побольше, давайте соберем какое-то количество лайков, давайте, например, соберем 100 лайков, и тогда можно будет заснять ролик под нее, окей, в общем, подсветка норм, мне нравится, вот такой от нее исходит свет, ее можно регулировать, дальше идет камера от компании Razer, Razer Kio Pro она называется, и она крутая, она снимает 60 кадров Full HD, я доволен, честно, я доволен, вот, и она такая вот, на подставочке такой, она, в принципе, тут не закрепляется, она просто чпыньк, и все, и пошел, и у нее есть, вот такая, вот давайте я сразу поднесу, крышечка, но она без надобностей, ну, типа, пусть будет, это кто боится, так сказать, что за ним наблюдает, просто раз и все, можно, можно сделать, окей, ну, ну, и давайте закончим на мышке, мышка от компании Logitech, от компании Logitech, а знаете, давайте я не буду говорить ее название, потому что, я считаю, уже все знают, что это за мышка, и напишите в комментариях, что это за мышка такая, самая популярная мышка от компании Logitech, окей, на этом я думаю, что все, 10 минут как раз таки я хотел уложиться, есть еще довольно много вещей, от которых можно рассказать, поэтому, ставьте лайк на этот ролик, подписывайтесь обязательно на канал, без подписки невозможно жить, как все знаете, и я подсниму вторую часть этого ролика, ну, а на этом я буду прощаться, всем хорошего дня, пока-пока.